Всем привет! Сравнение смартфонов Nokia 7 Plus и Apple iPhone 7. Давайте начнем сравнение их внешнего вида. Начнем мы с Nokia 7 Plus. Это цельнометаллический корпус. На задней части находится двойная камера, двойная вспышка и датчика отпечатка пальца. Также логотип компании Nokia. На передней части у него 6-дюймовый дисплей. Разговор динамик, фронтальная камера, датчки приближения освещения. Слева слот. Это комбинированный слот. Мы можем использовать устройство на 2 nanoSIM карточки или 1 nanoSIM и microSD карточку для расширения памяти. Справа кнопка включения и кнопка кнопки громкости. На верхней части находится джек для наушников 3,5 мм. Снизу порт USB Type-C, динамик и микрофон. Apple iPhone 7. Это также цельнометаллический корпус. На задней части находится камера и вспышка. Логотип компании. На передней части дисплей диагональю 4,7 дюйма. Кнопка для управления, которая также является датчиком отпечатка пальцев. Над экраном находится разговор динамик и фронтальная камера. Слева кнопки громкости, плывной для перехода в беззвучный режим. Справа кнопка включения и слот для одной nanoSIM карточки. Сверху нет ничего, снизу порт лайтинг, микрофон и динамик. Сравниваем устройство по габаритам. Видим, конечно же, намного габаритнее Nokia 7 Plus. Диагональ дисплея значительно больше, чем у iPhone 7. Вот, и сверху посмотрим. Теперь давайте включим устройство. Зажал кнопки и одновременно. Посмотрим, кто загрузится быстрее. Что касается защищенности. Nokia 7 Plus защищен по стандарту IP54. Этот стандарт предполагает, что смартфон полностью защищен от брызг, но погружать в воду его нельзя. Вот только от брызг и пылезащита. iPhone 7 защищен по стандарту IP67. Это пылевлагозащита. И устройство можно погружать на короткое время, под воду, но не больше, чем на 5 минут или что-то такое. Ну, в общем, защита у iPhone 7 чуть получше. Что касается скорости включения, чуточку быстрее включился iPhone, но примерно они включились одинаково. Там, может, на секунду, на полторы iPhone 7 загрузился быстрее. Что ж, теперь по дисплеям пройдемся. Начнем мы с Nokia 7 Plus. Дисплей 6 дюймов. Как я уже говорил, разрешение этого дисплея. 2160 на 1080 точек. Это IPS дисплей, поддерживает 10 точек касания. У Apple iPhone 7 дисплей Retina 4,7 дюйма. Разрешение 1334 на 750 точек. Также IPS и также поддерживает 10 точек касания. То есть дисплей отличное. Идем дальше. Теперь переходим в синтетический тест GeekBane 4. Поговорим о технических характеристиках, о железе, которое здесь стоит. Начнем мы с Nokia 7 Plus. Здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 660. Это восьмиядерный процессор 4 плюс 4. Четыре энергосберегающих ядра работают на тактовой частоте 1,8 ГГц. Четыре более мощных ядра работают на тактовой частоте 2,2 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ. Видеоускоритель Adreno 512. Что касается Apple iPhone 7. Здесь стоит процессор Apple A10. Это 2 плюс 2 процессор. Четырехъядерный, работающий на тактовой частоте 2,4 ГГц. Оперативки у него 2 ГБ. Вот встроенной памяти в данной модели 32 ГБ. Давайте теперь запустим... Не запустим, посмотрим на результаты процессоров. Вот результаты синтетического теста Geekbench 4. 1647 баллов против 2178. Это одноидерный тест, но в мультиидерном тесте видим, что Nokia будет мощнее. Вот это результат iPhone 7. У мультиидерный тест в синтетике он проигрывает. Теперь давайте перейдем в браузер. Посмотрим, как устройство... Как быстро загружают устройство странички в интернете. Сейчас, похоже, проблемы с подключением к интернету у Nokia 7. Нет, все нормально. Давайте перейдем на сайт Apple.com. Сделаем это одновременно. Посмотрим, кто быстрее грузит. Nokia 7 загрузил чуточку быстрее. Перейдем на вот эту вот ссылку. И здесь Nokia 7 был быстрее. Возвращаем назад. iPhone возвращает назад моментально. И еще на вот эту вот ссылку. Да, видим, что Nokia 7 работает в интернете быстрее. Быстрее грузит странички. Быстрее даже на сайте Apple. Поэтому особо смысла смотреть на каких-то других сайтах нет. В целом, он будет загружать странички чуточку быстрее. Ну и что касается работы в интернете, браузинга на большом дисплее Nokia. Это все, конечно же, удобней. Больше помещается информация на дисплее. То же самое касается просмотра фильмов, ютубов и других всяких роликов. Что ж, идем дальше. Теперь игровой тест. Запустим для этого тяжелую игрушку GTA San Andreas. Максимальная графика настроена на Nokia 7. Сейчас я вам это продемонстрирую. Что стоит максимальный уровень графики. И запускаем игру. Посмотрим, как игра работает на устройствах. На iPhone уже установлен какой-то уровень графики, который не регулируется. Но с iPhone 6s это идет самый максимальный уровень графики. Вот Nokia загрузил чуточку быстрее игру. И видя, что игра работает идеально, без каких-либо проблем. Все плавно. В общем, игра работает на очень хорошем уровне. И вообще делал тест игр. Как видео уже есть на канале, где я тестирую игры на этом смартфоне. Там все тяжелые игрушки. Пап Мобайл. Современные тяжелые игрушки работают отлично на высоком уровне. Вы видите, что на iPhone игра работает на 5 с плюсом. Очень плавно. Игра не подтормаживает. И на максимальной графике работает плавнее, чем на Nokia 7 Plus. В сравнении это заметно. Там я бы сказал, что игра работает на пятерочку. Тут на 5 с плюсом. Ну, в целом, все-таки игрушки будут работать чуть получше на iPhone 7. Все основные тяжелые игрушки и там, и там запустятся. Но чуть плавнее некоторые игры будут работать на iPhone 7, так вот, как и в GTA San Andreas. Закрываем. И переходим к следующему тесту. Это тест камеры. Камера iPhone 12 мегапикселей. У Nokia это камера 12 плюс 13 мегапикселей. Это основная двойная камера. И теперь я покажу вам примеры снимков на эти камеры в сравнении. Выведу их на экран, и вы сможете оценить их качество. Что касается автономности, то тут преимущество. У Nokia 7. У него большая батарейка 4000 мАч, которая обеспечивает ему 2 дня работы в нормальном использовании. В то время как при такой же нагрузке iPhone 7 проработает только один день. То есть в 2 раза дольше работает Nokia 7. Прошу прощения, там 3800 мАч. Но по автономности он почти в 2 раза превосходит iPhone 7. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxim Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.